Всем привет! Сегодня мы с вами окунемся в абсолютную роскошь, потому что я для вас подготовила обзор консилера, который как раз-таки к этой категории относится. То есть, это ценовая политика, даже не Chanel, не Dior, не Lancome, это что-то намного большее. И я сейчас говорю о марке La Prairie, и у меня есть их консилер, который называется Light Fantastic Cellular Concealing. Стоимость этого консилера на минуточку 85 долларов, и вы знаете, всегда, когда мне в руки попадает что-то вот такое, я стараюсь делать максимально доскональный обзор. Сегодня я не просто вам расскажу об этом консилере, я также в макросъемке покажу, как он ложится в зону под глазами, как он растушевывается. Также мы с вами обязательно проверим его стойкость на протяжении дня, и в конце этого видео еще и поговорим о его составе, об ингредиентах, которые сюда входят. Если зайти на официальный сайт La Prairie и прочесть, что же это, собственно, за волшебство, то здесь написано, что этот многофункциональный хайлайтер мгновенно придает сияние кожи в области скул и вокруг глаз, тем самым скрывая признаки усталости. Он действует в качестве идеального праймера для макияжа, успокаивая и кондиционируя кожу. И его основные преимущества заключаются в том, что он мгновенно осветляет область вокруг глаз и скулы, одновременно уменьшая признаки усталости, темные круги и несовершенства. Осветляет, маскирует, подготавливает и кондиционирует заодно нанесение, а также помогает уменьшить видимость глубоких и мимических морщин. И прочитав все это, вы знаете, я так слегка удивилась, потому что я думала, что сейчас я прочту про все золото, бриллианты и черную икру, которая входит в состав этого средства, из-за чего мы получаем и уход, и декоративный элемент. Обычно вот такие премиум марки как раз-таки за счет этого и берут, что они позиционируются как декоративная косметика с содержанием ухода. Здесь же удивительно то, что об этом не говорят ни слова. И вы знаете, такая косметика для меня это не просто что-то, что купил, потому что тебе нужен консилер. И вот как бы твой закончился, ты пошел в магазин, купил новый. Это для меня целое событие, то есть мне хочется получить эстетическое удовольствие и от презентации, и от того, как выглядит упаковка. И естественно, это должен быть очень приятный опыт использования и, конечно же, результат. А сейчас я предлагаю немножко вернуться во времени, когда я буду именно распечатывать эту упаковку и делиться с вами своими первыми впечатлениями. Давайте на это посмотрим. Барабанная дробь, пожалуйста. Здесь идет сам консилер и сменный картридж. Здесь два картриджа вы получаете. Один уже, который должен быть вставлен в саму, собственно, ручку. И второй это сменный. Я только что перепугалась, что все пропало и я сломала этот консилер, буквально только к нему прикоснувшись. Но, на самом деле, здесь меняется картридж очень просто. Вы просто проворачиваете сверху вот эту пластиковую головку и достаете, собственно, вот этот картридж. Здесь, чтобы вы понимали, целых 2,5 мл. То есть вам за ваши деньги выделяют целых 5 мл консилера. И, если кто не понял, это сейчас был сарказм, потому что, на самом деле, объем просто мизерный. Что касается в целом моего впечатления от упаковки, вы знаете, симпатично. Но я не могу сказать, что у меня появилось ощущение, что я вот сейчас в руках держу 85 долларов. Это обычный пластик, это никакой не металл. И вот этот вот набалдашник вообще выглядит очень дешево. Я бы сказала, даже в стиле какой-то бюджетной марки. Но, как бы долго мы сейчас не растягивали эту прелюдию, все-таки самое главное это то, как этот продукт ложится, как он выглядит, как он держится и какой эффект он создает. Вот, поэтому я сейчас предлагаю переместиться в макросъемку, где я вам все детально покажу. Всего в линейке этих консилеров 3 оттенка. Я взяла себе оттенок под номером 10. Это самый светлый консилер еще и с розовым подтоном. И лично для себя я заметила, что именно розовый подтон у консилера очень сильно добавляет мне вот этой свежести. Именно поэтому мне эффект освежения больше всего нравится от консилера Maybelline, который в оттенке Brightener. Но там в линейке есть еще оттенок 20, который ближе к такому натурально-телесному, и оттенок 30, который больше напоминает персиковый. Ну что ж, момент истины. У этого консилера просто невероятно сильный аромат. Но знаете, что мне напоминает этот аромат? Он мне напоминает аромат советского крема. У меня такое впечатление, что мама чем-то вот таким вот пользовалась, когда я была маленькой, но она точно не пользовалась La Prerip. Но аромат такой, знаете, уносит меня прям в детство. У меня такое впечатление, что каждое нанесение этого средства будет стоить вам баксов 5, не меньше. Ну что ж, по-моему, самое время сравнить до и после. Вы знаете, я сейчас смотрю на себя в зеркало, и я вижу этот эффект освежения, то есть он действительно присутствует. Самый главный вопрос, стоит ли этот эффект своих денег, но здесь это скорее решать вам. Ну что ж, мне осталось сделать последний шаг, а именно закрепить этот консилер. Но закреплять я буду его только под этим глазом, а здесь я его оставлю соло. И мы с вами в конце дня проверим, повлияла ли пудра на его стойкость и как консилер лучше выглядит с пудрой или без пудрой. А для закрепления я буду использовать свою любимую пудру от Pixi, которая называется Flawless Finishing Powder. Консилер я закрепила, и мне осталось только полностью закончить свой макияж. Я сейчас это сделаю за кадром и вернусь к вам уже, когда буду полностью собрана. Ну что ж, макияж я закончила, и теперь самое время подводить первые итоги. Что касается чисто декоративного эффекта, который я вижу в зеркале, то меня все полностью устраивает. То есть я смотрю на себя в зеркало, зона под глазами действительно кажется свежей, никаких в принципе претензий у меня нет. Сейчас, кстати, почти 3 часа дня, и мы с вами еще посмотрим, что с этим консилером будет вечером. Но тем не менее, вот чисто декоративный эффект, который я получила, сейчас мне очень похож на то, что я получаю от Maybelline Instant Anti-Age Eraser. Что касается его характеристик, сделан этот консилер в США, и срок годности после начала использования 12 месяцев. Что же касается его состава, то здесь у меня как раз такие главные вопросы. Я смотрю на состав. Первые как минимум 10 ингредиентов, это абсолютно базовый такой химический набор, который можно встретить как в бюджетной косметике, так и в люксовой косметике, ну и, собственно, в косметике премиум класса, как мы можем видеть. Дальше в составе идет довольно много разных экстрактов, и по моему опыту как раз-таки этим и отличается бюджетная косметика от люкс или какой-то уже премиум класса косметики. Это именно наличие разных экстрактов. Что меня просто убило на повал, это наличие бензилового спирта в конце состава. Ну, в принципе, бензиловый спирт вряд ли вы когда-то встретите вверху состава, потому что этот спирт добавляется для запаха. Это один из вредных спиртов, который крайне нежелательно увидеть в составе вашего ухода или вашей декоративной косметики. И вообще вот этот факт меня добивает просто, что за такие деньжища нельзя было сделать уже действительно классный состав, потому что чем больше начинаешь разбираться вообще в ингредиентах, тем больше ты понимаешь, что даже если у тебя есть деньги и ты хотел бы купить что-то лучше для себя, не факт, что ты купишь, потому что все равно ты сталкиваешься с тем, что даже супер премиум класс содержит какие-то спорные ингредиенты. Какие-то такие ингредиенты, которые потенциально могут тебе навредить, а спирты в первую очередь разрушают верхние слои кожи, сушат кожу. В общем-то я об этом делала отдельное видео, если вы еще не смотрели мое видео о спиртах, обязательно его посмотрите, я под буквочкой I оставлю вам взять на ссылку. В общем-то это крайне нежелательный ингредиент, по крайней мере для меня. И все, о чем я сейчас говорю, это мой личный опыт, это мое мнение. Вы не обязаны следовать моим советам, если вы покупаете лаперри, вам нравится этот консилер, вас устраивает то, что он для вас делает, конечно же продолжайте его покупать, я здесь никого не отговариваю, но если вы задумываетесь о том, что возможно если вы вложите немножко больше денег или в данном случае гораздо больше денег, то получите ли вы при этом что-то действительно хорошее, что-то действительно на уровень выше, чем если вы потратите деньги на люкс или уж тем более на что-то бюджетное. И мой ответ здесь нет, это все равно остается декоративной косметикой. И здесь не стоит ожидать, что вы потратили деньги на какую-то целительную сыворотку, которая вот моментально мало того, что сделает декоративный эффект, так еще и будет работать как уход. Нет, этого не будет происходить, декоративная косметика в любом случае остается декоративной косметикой. И по классике своих обзоров я вам также хочу показать еще как выглядит этот консилер при дневном освещении, потому что это тоже один из самых важных, наверное, тестов, как это действительно выглядит вживую, потому что общим планом на камеру, конечно, это будет выглядеть замечательно, но вы сейчас сами можете посмотреть, как это выглядит еще и при дневном освещении. Сейчас на часах всего 19.41 и я решила не дождаться прямо самого конца дня, потому что, в принципе, уже видно, как себя ведет этот консилер. На самом деле я осталась абсолютно недовольна, потому что мне кажется, что сейчас моя зона под глазами выглядит, может быть, даже еще хуже, чем с консилером Maybelline. Я, в принципе, эти два консилера и сравнивала, но мне кажется, что Maybelline даже настолько сильно не пересыхает у меня под глазами, потому что сейчас видно, что у меня не только вот эта вот морщинка стала более видимой, но также еще вот эти вот мелкие тоже морщинки начали у меня подчеркиваться. Что касается этого глаза, то, как вы помните, здесь я не закрепляла консилер и у меня отпечаталась тушь, то есть однозначно этот консилер нужно обязательно закреплять, иначе вот такая вот ситуация у вас запросто может произойти. В общем-то, если коротко, я абсолютно недовольна результатами за такую стоимость. И вы знаете, если вот такие вот косяки с потрескиванием и с сухой зоной под глазами, я еще могу простить консилеру, который стоит 5 долларов, то от консилера за 85 я ожидала гораздо большего. Последнее, что хочу сказать, если у вас есть этот консилер и вы им пользовались, то, пожалуйста, напишите свое мнение в комментариях. Мне очень интересно, возможно, он подходит другому типу кожи, возможно, он подходит под другой возраст. В общем-то, поделитесь своими впечатлениями, чтобы этот обзор полагался не только на мое мнение, но также и на ваше. А на этом у меня все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если так и было, обязательно поставьте ему палец вверх. Можете этим видео поделиться со своими подругами, особенно если они мечтают о какой-то вот такой косметике и думают, что потратив столько денег, они получат какой-то целебный эликсир. Если вы до сих пор еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Это можно сделать вот здесь вот. И также можете посмотреть два других видео, которые вам сейчас рекомендует YouTube. А если вы их уже смотрели, то мы с вами увидимся в моем новом видео через несколько дней.